Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сейчас все тебе объясню Война требует средств А Новиград это большой порт Могучий флот и полная казна В сущности это лакомый кусочек и для Ридании И для Нильфгарда Как я понимаю стены города высоки А арсеналы полны оружия Ты мало что понимаешь Это правда что осада была бы Долго и изматывающей Но дело в том что все что есть ценного В Новиграде может исчезнуть Как сон по мановению руки Большая четверка дала понять Что если что начнется То флот может тут же загореться А штурм города вызовет Беспорядки во время которых Дело дойдет до грабежей В том числе церковного имущества В общем кто хочет получить Богатство и флот Новиграда Тот должен договариваться С преступным миром Что ты можешь рассказать О новиградском преступном мире? Новиградом заправляет Большая четверка Сигероевен Король нищих Тесак И ублюдок младший Слушай Как там называется такой Триумвират В котором четверо Да хер его знает Ну и в общем их четверо Они поделили сферы влияния И ничего в городе Без их согласия не делается Ходят слухи Что в последнее время Ублюдок повздорил с остальными Но больше я ничего об этом не знаю Похоже теперь и в Новиграде Неспокойно Что тебя здесь держит? Я хотел раскрутить собственное дело Только ничего из этого не вышло Залез в долги Теперь вот приходится выплачивать Хотел бы я все свалить на войну Или на подлость людскую Но во всем виновата Исключительно моя собственная глупость Ну да не хочу я это Размусолить Партию в Гвинт Никогда не откажусь Ну тогда давай играть Я не знаю 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok День как день. Ну, снова у меня кости водит. День как день. Снова у меня кости ломит. Да. Ты должен лучше подбирать себе людей. Рико попался как ребенок. Да, он рассказал. Я велел ему уехать из города. И он, вероятно, сказал, что я тебя награжу. Да. Возьми. 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 Да. Возьми. 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 История. Милый стивый государь. И заняться нечем. История из Блавикина. 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 Ещё! Ещё! Хотите ещё? Выпускай тварей! Давай, Бориса! Давай, Бориса! Нет! Выпустить Бориса? Борис! 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 Специально для вас! Впервые после долгого перерыва! Выпускай Бориса! Ещё одна победа Ведьмака! Браво! Красиво ты их уделал! Сказали мне, что на арене появился какой-то крутой! И что? И были правы! Спасибо! Ублюдок младший всегда ценит доброе ремесло! Ну хватит уже этой возни! Сейчас... Краснолюды тесака забрались в каналы! Они режут посты! Так что ты стоишь как член на свадьбе? Собирайте людей и принимайтесь за карликов! Убейте уже этого ведьмака! Слыхали? Убейте его! Мама! Рома! Убейте его! Приснение! Убейте его! Убейте его! Борис! Тебе! Надо обыскать эту нору. Продолжение следует... Слуга покорный твой и твоей семьи. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Это бугай, о котором говорил Дикстра Я уже близко Донышко сосуда покрыто рунами Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Больше я тут ничего не узнаю Пора возвращаться к Дикстре Добавил субтитры DimaTorzok 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 Спать, спать, спать Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ну и как? Что ты узнал? Сокровища высыпались из ящиков, так что я смог пройти по следу воров. Знаешь, как в той сказке, с крошками. Припоминаю. Гензель, Гретель, сожжение ведьм, очень по-новиградски. След вел до самого выхода из каналов и там оборвался. Готов спорить, что ящики погрузили на лодку. Понятно, что не на телегу. Лодку мы не выследим. Значит, это тупик. Похоже, стену сокровищницы разрушила бомба. Посмотри. Дно серебряного цилиндра. Покрыто рунами. Интересно. Знаешь, что было внутри? Я угадал часть компонентов по запаху. Масло виверны и сахар. Сахар? Геральт, у меня нет настроения шутить. Я не шучу. Говорю, как есть. В бомбе был сахар. Подумаем. Сахар бурно реагирует серной кислотой. Но не так быстро, чтобы вызвать взрыв. Бессмыслица. Не знал, что ты разбираешься в алхимии. Кусил немного в Аксенфуртской академии. Но сейчас не время для воспоминаний. Ты казну мою ищешь, а не биографию составляешь. Узнал еще что-нибудь о бомбе? Бомба взорвалась в трубе, которая выходит из стены рядом с сокровищницей. Но сточная решетка в момент взрыва была на месте. А значит... Заряд подложили изнутри. Точно. Я думаю, что было так. Кто-то вошел в баню, спустил воду в одном из бассейнов. И бросил цилиндр в сток. Бомба прошла вниз, застряла у решетки. И, как говорит Барт, Большой бум. Надо понять, в какой сток бросили бомбу. Это единственный перспективный след. Верно. Гопен ведет книгу посетителей. Так что мы поймем, кто был в бассейне в день нападения. А ты неплохо поработал. Благодарю за признание. А, твоя знаменитая ирония. Мне так ее не хватало. Неужели? Угу. Как гвоздей в исподнем. Ну ладно. Ты осмотри бассейны справа, а я возьму те, что слева. Позови меня, если что-то найдешь. Что-то тут плавает. Масло. Серебряная крышка. Похоже, от цилиндров стоки. Дейкстра, иди-ка сюда. Есть что-нибудь? Ага. Фрагмент бомбы. Гопен! Спускай в воду из четверки и тащи сюда книгу посетителей. Раз-два! Кстати, ты уверен в Гопене? У него доступ к гбаням круглые сутки, и он мог подслушать, где ты держишь сокровища. У Гопена много недостатков. Он напыщенный павлин, временами ведет себя как настоящий хер, как бы это ни звучало в его отношении. Но он абсолютно верен. Откуда такая уверенность? Ведьмак должен разбираться в чудовищах, а шпион в людях. Филиппе Эльхард, ты тоже когда-то доверял. Да. Но я не вытащил ее из коверской тюрьмы в ночь перед казнью. Посмотрим, что тут у нас на дне. Решетка из стока вынута. Значит, сюда и бросили бомбу. Гопен, кто был в этом бассейне в день ограбления? Поглядим. Бертольд Хайнц, городской советник. Йозеф Швейк, генерал. И Маркграф Хенкель. Хенкель? Быть не может. Маркграф Хенкель? Это кто? Скорее, кем он был. Старик принимает земляные ванны с самой зимы. Вот уж кого тут не могло быть в день нападения. Он умер? Я и не знал. Ничего удивительного. Достопочтенный Маркграф склеил ласты в борделе, одетые в кожаные шмотки. Так что семья похорон не афишировала. Но я-то свое дело знаю. Однако же я видел его вон и злополучный день своими глазами, господин Ройвен. А ты с ним разговаривал? Присматривался к нему? Нет. Он прошел мимо. Иными словами, ты видел не Хенкеля, а кого-то, кто под него сработал. Подумай головой. Тебе же яйца отрезали, а не мозги. А ты, Геральт, займись этим. Ладно. И с чего начинать? Зайди в дом Хенкеля. Это такой запущенный каменный особняк к югу от главного рынка, ловчила которого мы еще мог оставить там какие-нибудь следы. Ну, бегом. Ну, бегом. Деньр фон, español. infl пион. Погнал « FRанчарный фон». Продолжение следует... Деньр фоняк. Стивили. Б European область. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok